Мы сейчас помучаем грумеров, потому что пока занимаются процедурами, мы увидели вещь, которую здесь не ожидали. Духи. Что, действительно существуют настоящие, нечеловеческие ароматы, а именно собачьи? Да, косметология собачья для питомцев, для животных, она тоже развивается стремительными темпами. Ну и, соответственно, есть спрос, есть предложение. Все владельцы хотят, чтобы их питомцы пахли не собакой, пахли приятно. И у нас, соответственно, есть духи, парфюм специальной собачьей, причем у нас есть мужской аромат, женский аромат и унисекс, то есть кому что нравится. И после процедуры небольшой впрыск, то есть это завершающая процедура. Многие питомцы, кто ходит к нам регулярно, знают, что после впрыска будет мама, будет дом. И знают, после того, как мы духами собачку подушим, они уже готовы от нас бежать, поцеловать грумера и бежать к маме. Да, не зря говорят, что животные очень быстро понимают правила игры и принимают их. И даже, что касается запахов, ну, что-то лучшего эксперта, чем собак, и не придумать, да. Конечно. Но вот мне что удивительно, что брали, какие ароматы за основу. Это что, какие-то цитрусовые, цветочные, что это? Ароматы есть, скажем, такие же трудно узнаваемые, их не разбить на букет, как и для людей. То есть прям такие парфюмы настоящие. Но самая любимая... Композиция, да, композиция. И самое любимое и наши, и владельцев, как они отмечают, это все-таки какие-то фруктовые ароматы. Фруктовые или ароматы какие-то кондитерские. Ну, то есть вот мой лично любимый, мне нравится, как пахнет от собачек, у нас есть ванильная печенька. То есть это вот у нас прямо номер один. И он унисекс, то есть можно и мальчики пахнуть ванильными печеньками, и девочки пахнут ванильными печеньками. Выходит такой из салона собачий господин с ароматом ванили и чего-то еще там. И сразу понятно, да, действительно, хозяева за ним ухаживают, и он себе цену знает. Многие наши питомцы, точнее, многие владельцы наших питомцев нас уверяют в том, что после салона они себе очень нравятся. Это здесь вы правильно заметили, что они крутятся перед зеркалом, они такие счастливые, довольные. Конечно, мы знаем, что питомцы себя в зеркале не отождествляют, они себя там не могут увидеть. Но я думаю, что они такие важные и прилежные, потому что их, конечно, хвалят. Я думаю, что ухоженному питомцу, только что подстриженному, внимания в семье немножко больше. Поэтому они тоже это все понимают и этим пользуются с большим удовольствием. Вот так вот, все услышали. И не говорите потом, что мы вам о такой прелести не рассказали. Ой, слушайте, как приятно пахнет, а? Я тоже хочу. Но нельзя собачкам, собачкам.